Привет, я Олеся Медведева, это Ясно Понятно Блог на канале Страна Юэй и наши карантинные истории. В этом видео я хочу вам рассказать про творчество людей, чем люди занимаются, сидя на карантине, что они создают, а поверьте, создают очень всякое. Запускаются разные флешмобы, пишутся песни про коронавирус, представляете? Мир, как видим, не без добрых и не без веселых людей. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Во-первых, я не ожидала, что такое огромное количество песен на самых разных языках мира написано про коронавирус. Коронавирус, корона, уходи с нашей района. Также есть такая социальная сеть, как ТикТок. Если вы столкнулись с этой социальной сетью, то я вам очень сочувствую, но, к сожалению, мне кажется, что за ней наше будущее. Как бы то ни прискорбно было. И там запускают целые челленджи, где рассказывают, как уберечься от коронавируса. Субтитры сделал DimaTorzok В Китае, как мы знаем, почти уже все улеглось. Они там справляются, конечно, с последствиями пандемии. А вот в Европе до сих пор все очень сложно. И там для поднятия морального духа, в том числе населения, устраивают различные флешмобы. Например, насколько я знаю, в 20 часов вечером все выходят на балкон и аплодируют врачам, которые борются с коронавирусом. В это же время останавливаются машины на дорогах, где бы они ни были, и начинают сигналить в честь врачей. Сейчас вы слышите крики «Браво» и аплодисменты, раздающиеся на улице, а также прямо в окнах домов. Ну и громыхание кастрюльками. В данном случае эта акция долженствует выразить благодарность врачам за их труд. Ну, флешмобы, конечно, флешмобами. Как говорится, лучше бы копеечкой врачам помогли. Еще один интересный флешмоб, в котором принимает участие и Украина. В них врачи фотографируются с надписью «Мы остаемся для вас здесь, именно на рабочем месте, а вы, пожалуйста, останьтесь дома для нас». Таким образом пропагандируется самоизоляция, которая является одним из важных факторов карантина. В Инстаграм, да хоть вообще не заходи. Через каждую сториз какой-нибудь звезды они показывают, чем они занимаются дома, как классно мыть дома. А также все почему-то считают, что они лучшие фитнес-тренера в мире и выкладывают свои тренировки почти каждый день, как будто это кого-то сможет смотивировать. Те, кто занимался спортом, и так и будут заниматься. А те, кто не занимался, сомневаюсь, что после мотивирующего видео какой-нибудь очередной блогерши и фитоняшки все такие «О боже, наконец-то я займусь спортом». Друзья, нет. Но с другой стороны появилось крайне много морально поддерживающих публикаций. Люди выкладывают подборки со своими любимыми фильмами, книгами, онлайн-курсами, которые можно пройти для саморазвития, если вы находитесь дома. Ну и перейдем от мировых к нашим баранам, как говорится. У нас тоже очень много интересного происходит. Например, у нас мир не без людей с чувством юмора. И слава богу, некоторые люди так сильно беспокоятся о своем здоровье, что, ну, немножко перегибают, как мне кажется. Например, вот этот вот персонаж был замечен в одном из супермаркетов. «Поближе его все щелкает». А в другом был замечен вот такой персонаж. При этом до сих пор, наверное, даже ученые какого-нибудь британского секретного института полевых технологий и эпидемиологии не могут понять, почему люди бегут скупать гречку и туалетную бумагу. Скажите, пожалуйста, в вашем городе происходит то же самое или нет? Очень много мифов родилось уже на эту тему в плане того, что, возможно, одними из первых симптомов коронавируса является желание съесть очень много гречки, а потом вытираться, даже если в этом нет особой необходимости. Возможно, в некоторых городах люди захотят ввести такую валюту, как туалетная бумага. Простите. Но, с другой стороны, знаете, без юмора сложно справляться с такими неоднозначными ситуациями, как сейчас. Да, коронавирус несет серьезную опасность для человечества. Это недостаточно изученный вирус, поэтому стоит не пренебрегать методами защиты. Но также стоит проверять информацию, читать достоверные источники, смотреть видео, которые выкладывают всякие там авторитетные доктора. Я, например, смотрю там доктора Комаровского и всяких зарубежных вирусологов, эпидемиологов. Если хотите, сделаю для вас небольшую подборочку в комментариях. Только дайте знать. Печально, конечно, также смотреть, что многие пытаются спекулировать на всех вот этих вот проблемах и на карантине. Взять же те же маски в аптеках, вот маски в тех, которых я была, их там просто нет. И когда они там будут, никто не знает. Зато в интернете процветает реклама о том, что покупаете строительные респираторы, респираторы от пыли, тканевые маски, которые абсолютно ни от чего не защищают. Но люди просто хотят рубить деньги, да и в принципе сложно в этом обвинять бизнес, поскольку он тоже находится в кризисных условиях. Просто в любой ситуации важно оставаться человеком, хорошим человеком, помогать другим людям, помогать себе, заботиться об окружающих и помнить, что все это рано или поздно закончится. И потом мы посмеемся над этой ситуацией. Конечно, не все, но все будет хорошо. Вот такие вот дела, друзья. И я надеюсь, что вы хоть немножко улыбнулись, просмотрев это видео и не разочаровались в человечестве. На этом пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно блог на канале Страна UA. Подписывайтесь на нас, если еще не подписаны, ведь так же ж всем приятней. Делитесь своим мнением в комментариях, а так же делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Скоро мы с вами все равно увидимся. Пока, не болейте. Коронавирус, коронавирус. Никто не знает, толь грипп, толь вирус. Немного дома мы посидим, пока закончится карантин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok